здравия желаем сейчас спрашивали теорию бтг вот я решил короткий ролик по теории выпустить итак разберемся наглядно разберем наглядно может кому-то пригодится значит берем первую схему ротовертер вот он идет мотор и генератор мотор где-то 200 ватт генератор на 600 чистота вернее чистота оборотов 15 17000 в минуту за счет этой чистоты получается значит нагрев здесь большой раз нагрев идет нагревается носить генераторе воздух здесь нагревается раз идет нагрев он тянет вверх то есть нагретый воздух тянется вверх и и поэтому колесо значит получает большую инерцию когда большие обороты то есть воздух становится разряжены сопротивление минимальное и плюс еще тянет его вверх но это вы можете проверить когда посмотрите вот вертолет он закрутил закрутил винт и попер наверх почему а когда на малых на малых оборотах не прет наверх там обороты большие то же самое здесь генератор значит все хорошо здесь значит 200 здесь 600 выходит но какие проблемы здесь допустим батарейка батарейка питается а здесь значит батарейка заряжает то есть здесь по идее должно на четыре раза больше три раза зарядиться три раза больше свечи на потом меня и батарейки и все правильно так вот меня и все но когда вот ток идет вот так вот ток идет происходит нагрев всей вот этой системы а раз нагрев то расход батарейка возрастает несмотря на то что здесь выход больше расход батарейка возрастает потому что нагрев то есть они становятся горячие раз чем горячее тем больше тратится чем горячее это все тем тем больше тратится энергии ну по дровам посмотрите или вы положите допустим сильно разожгете поле полема одно полено если вы там три полена жар будет сильнее энергии больше эта энергия считается вместе 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 так поэтому 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 я придумал что надо разорвать вот так поставить реле а не потому что там думают что разрывают чтоб получить во времени выигрыш это тоже делается это когда допустим генератор тут у меня есть такие вот генератор тут слабее на выходе тогда мы разрываем и за счет инерции тоже получаем но здесь нет здесь разорвали а допустим 0 1 0 4 10 не на одну секунду разрываем как вот там кто-то думал на одну секунду он остановится уже одну секунду уже остановится потому что у него еще нагрузка а на десятые секунды а на десятые он перескакивает за счет инерции перескакивает и продолжает кручение здесь мы разорвали значит одна десятая включена здесь включена одна десятая вот так разорвали тратится это все вместе с этой батарейки а 0,4 десятых отключена но время то ему хватит перескочить четыре такта еще то есть в четыре раза больше по времени и он уже значит заряжает батарейку в три раза больше чем здесь тратится то здесь разорвали мы здесь она назад пошла почему она назад пошла то есть идет туда где горячей если горячей горячей то есть от горячего идет к холодному или как от более сильного к слабому а когда значит когда здесь закрыли она здесь горячая горячей стало чем батарейки почему так произошло да потому что здесь то перекрыли и то еще сюда назад она пошла пошла назад то есть вот так вот так и выходит нагрев то есть работает система за счет нагрева который происходит при высоких оборотах вот в этом то и суть все а не то что вы думаете а то ведь спрашивают и совсем не то говорят то есть не поняли вообще не поняли в чем смысл а получает она все время на выходе больше здесь то она всего 200 ватт тратит на вот этот мотор а на этот 600 выдает но нагрев то пошел общий а если допустим вы рукой крутите рукой крутите да вот это вот колесо и у вас рычаг то тут то тут у вас получается сразу если вы рукой крутите у вас рычаг то не надо разрывать тут сразу получается выигрыш в рычаге они говорят как что длина рычага это значит путь удлинился это же вранье рычаг то он вы не совершаете путь путь то уже значит заложен в длине рычага а у них золотое правило механики удлиняется путь вот так путают понимаете и по тому когда вы крутите сами допустим вместо этого вы крутите сами через допущим какой то рычаг через там колесо допустим большое у вас кppd больше большое колесо крути рычагом большой рычаг с рычагом это 2 рычага это значит еще я как говорил еще значит сейчас я буду делать через батарею через солнечную панель гибридной сейчас покажу пусть этот стоит еще может вернемся к нему через солнечную панель гибридной вот так вот здесь будем применять галогенки вот допустим тфу ты вот так вот допустим значит солнечная панель вот я сейчас купил на 30 ватт посмотрим что будет а на нее светит лампочка галоген тоже 20-30 ватт посмотрим это тоже надо убирать и она генерирует и питает заодно а тут видите есть разрыв тут оно не считает общую энергию потому что тут разрыв вот это тепло вот эта энергия идет через воздух то есть изоляция воздуха и поэтому она не считает вместе затраты эти так как лампочка светит через воздух по-другому по-другому чем там а там оно соединено и считает и поэтому затраты получаются разделенные тут панель дает и сюда дает то есть затраты разделены вот здесь вот воздух расстояние между лампочкой и панелью которая светит на нее панель вот так можно делать вот это я буду делать тоже это даже лучше чем на разрыв шума нету посмотрим пойдет она или нет еще есть варианты но я не буду рассказывать то что я не собираюсь делать это сложно механически разрывать допустим вы разогнали а потом шкиф у вас значит в сторону ушел через шкиф если допустим через шкиф ушел в сторону и колесо значит крутится вместе с генератором само по себе вы тоже разорвали то есть можно механически разрывать можно с помощью рулей можно с помощью гибридного то есть применять солнечное и третий вариант я еще пока не собираюсь делать после солнечного это ветродуй то есть ветер значит вот это у нас компрессор и у него труба ветродуй дует значит на ветряк вот ветряк с лопастями тут же у него генератор тут тоже разрыв как видите то есть нет соединения и значит нагрев и значит соединения нету это значит что это это и это будет отдельно считаться и здесь за счет больших лопастей больше будет и тогда вы больше и получите то есть КПД будет больше то есть тоже вечный двигатель БТГ или вечный двигатель это надо значит как не значит не сто процентов сто процентов это у нас не пойдет потому что как бы сказать сто процентов он взял и сто процентов он вернул а нам надо значит чтоб генератор был и на повторное движение уже нету то есть у нас нету энергии для пользования значит должно быть двести процентов КПД минимум для БТГ ну даже сто десять ну сто десять допустим сто десять это вы всего десять процентов получите если у вас будет на пять киловатт а вы получите пятьсот ватт только а остальное уйдет что пять киловатт уйдет чтоб продолжить движение продолжить работу то есть БТГ должен быть двести ну вот вкратце вкратце рассказал если есть вопросы пишите спасибо всем за внимание желаю всем крепкого здоровья и исполнения всех желаний вкратце вкратце Продолжение следует...